Давление стало подскакивать, стало нестабильным. Что посоветуйте нам? О лечении от высокого давления, а также о многом другом, фельдшер Людмила Подоприхина теперь консультируется с участковым терапевтом моментально и удаленно. Впервые за 30 лет работы. За 20 километров связь с районной больницей села Заболотова отныне в онлайн и видеорежимах. Все не только можно рассказать, но и показать. Если какие-то нюансы бывают у нас с кожными сыпами, бывает ведь такое, я тоже сама не могу разобраться. Вот есть возможность это все показать. Каждый день фельдшер здесь принимает по 15-20 человек. Теперь в случае необходимости в онлайн-режиме еще и записывает пациентов к узким специалистам. Без всяких очередей и дополнительных поездок. У меня есть возможность прийти к фельдшеру, и она меня запишет ко всем специалистам, кому нужно. А это уже другой фельдшерский пункт в селе Баклуши. На каждого из 600 жителей здесь по-прежнему есть бумажная медицинская карточка, целый стеллаж. Однако сейчас все еще и в электронном виде. Историю болезни может посмотреть любой врач в районной или даже краевой больнице. Программа специально установлена, заходим в программу, набираем больного, все тут вводим, осмотр. Сельский фельдшер знает и всех пациентов, и все их болячки поименно. Но если раньше все же приходилось ездить в районную больницу, то теперь благодаря телемедицине почти всегда помощь в двух шагах от дома. Со всеми проблемами мы к ней как идем. Потому что в Сосново ездить лишний раз не поедем. Лучше сюда. Без очереди, без всего. И так по всему Большососновскому району. К высокоскоростному интернету подключены все 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Наши великой радости. Все фапы работают. Фельдшера имеют возможность воочию консультировать своих больных с своими участковыми терапевтами и педиатрами. За счет федерального и регионального бюджетов сейчас в Прикаме к интернету подключаются небольшие деревни и села. Доступ к качественной связи должны получить 327 тысяч жителей. В первую очередь высокоскоростной интернет появится в социально значимых объектах. Реализуется программа подключения к интернету всех социальных учреждений. Это и фапы, это и школьные учреждения. Их более двух тысяч. И в этом году эта программа также должна завершиться. Преодоление бескрайних просторов за считанные секунды. В этом году к высокоскоростному интернету в селах Прикаме должны подключить 207 социально значимых объектов. Среди них еще 65 фельдшерско-акушерских пунктов в самых удаленных уголках. Константин Шилов, Александр Неверов, Вести Пермь.